Я, бог морей и океанов Нептун, повелитель бурь, тайфунов, ураганов и циклонов, свидетельствую и торжественно удостоверяю, что отважный стартом парусной яхты Леди Мэри Клочкова Марина пересекла экватор, границу Великого Царства, посвящена в орден океанских глубин и зачислена в души морские, а посему плавание в ходах моих дозволяю безгранично. Царь и бог, повелитель морей и океанов Нептун! Переходить из северного полушария в южное полагается по морскому закону. Класс! Ну что, блестел? С короной это проще, чем из бороды. Так, как проще? Потому что с короной это просто из бумаги сделать. Да, из фольги. Из фольги. Ну да. От бороды. Галапагузские острова принадлежат стране Эквадор, хоть и находятся в тысячи километров от него. Яхта Леди Мэри пересекает экватор в знаковом месте между двумя частями страны, названной именем Эквадор. Где можно заклеить? Андрей, ты прижми, как тебе удобно. Мне удобно. Угу. То есть это может быть удобным? Ну а как, урона-то? Удобно? Нормально. Скотчем будем в голове лепить. Моряки народ суеверный. Готовимся к дню Нептуна. Моем рюмки, чтобы Нептуну было не стыдно нам наливать в них морскую воду. Вот такая была рюмка, а вот такая стала. А вот сам колдовской процесс манипуляции выглядит так. Праздновать пересечение экватора на флоте придумали не зря. В давние времена корабли полностью зависели от ветра. Затяжные штили в этих широтах сулили морякам гибель. Случалось, что вода и провизия кончались раньше, чем приходил ветер. Придуманный кем-то мудрым праздник Нептуна убивал сразу трех зайцев. Задабривал морского бога, и тот присылал кораблю спасительный ветер. Отвлекал матросов от невеселых мыслей и занимал команду делом. Традиции флотов разных стран со временем стали отличаться. Но непременным условием праздника Нептуна был приход на корабль бородатого морского царя в Стрезубцем. Если команда корабля была большая, то царя сопровождала обширная свита. В русском флоте это могли быть нереида, амфитрида, русалки, штиль, шторм и шквал. В заграничных свитах присутствовали пират Дэвид Джонс, лекарь и цирюльник. Новичков подвергали разным испытаниям, самые добрые из которых – это питье забортной воды и купание, часто принудительное. Яхта-беда приближалась к экватору. Сама-то беда. Старком-балда приближалась. По окончании морского крещения выдавались дипломы, которые моряки хранили всю жизнь, как доказательство, освобождающее от повторной экваториальной церемонии. У меня экватора осталось! 40 секунд, 39,93, 39,71. Аль, давай, бери в руки айпад, садись. 18, 16, 14, 12, 11, 9, 7, 4, что ж, 0, 0. Мы уже в южном полушарии, ладно? Экватор! Мы на экватор! С настоящим пересечением экватора! Ура! Ура! Очередной рубеж пройден. Ой, кто это? Ой, что это? Я Нептун, морское чудо, мне подвластны все сюда, все сюда, все сюда. Все сюда, расскажите мне, откуда и куда плывете, господа! Да-да! Ну, рассказывайте, куда это, что я тут на судно такое залез? Это яхта Лэби Мэри из России, батюшка-царь! Так, и куда вы путь держите? На Колопаконские острова Вестима. Так, и откуда же вы, в каких морях побывали? Давно ли плывете? Давно, батюшка, давно, миленькая, и сейчас Настя расскажет. Это матрос наш. Это матрос? Не мой, не мой, не наш. Пока еще не мой, вот как в воду макну, так мой станет. Так, ну что, в каких морях-то вы побывали уже? Ну-ка, рыбка, рассказывай, ты же тоже с нами плывешь. То под лодкой, то сзади, то спереди. В таких морях побывали. Расскажите мне. Говорите, а то сейчас трезубец свой используется. В неземном море, в Атлодическом океане, в Карибском море, в Атриотическом море, и вот теперь в Тихом океане. Отлично, отлично, долгий путь вы проделали. А водицы соленые пили по дороге? Не, не пили. Так. Ну, по традиции, стоит все-таки попробовать морской водицы с экватора, чтобы стать настоящими моряками. А ты с собой водицу привез? Царь-то сюда. Конечно, вот вам весь океан мой. Мой экваториальная вода специальная. Так, матрос, ну-ка зачерпни-ка мне бедро водицы морской. Ой, что-то маловато водиться на шерпло. На трос. Целую рюмку. А-а-а, достойно. Так, ну что. Там должна быть барабанная трос. Тут-дут-дут-дут. Тут-дут-дут-дут-дут. За пересечение экватора и за то, что мы стали с вами настоящими моряками и подданными Нептунового царства. Ну, давайте по рюмочке морской воды. А-а-а, вкуснотища. На лице матроса особенно вкуснотища. Бей до дна. Бей до дна. Бей до дна. Бей до дна. А, ну все. Ну, старпом. Ну-ка, что за лицо будет? Глаза не видно. Бой царь. Какой царь. Мак. Нептун, можно мы тебя поцелуем? Конечно. Так, ну теперь, я думаю, что совершим все-таки полное омовение, чтобы уж совсем уже всем телом и душой оказаться в Нептуновом царстве. Давайте, совершим. Ну? Ну, сначала, давайте сначала старпом с юнгой прыгнут в пучину морскую. С борта правого доплывут до кормы, вылезут. Хорошо. А потом мы матроса сбросим туда же. Ну что, юнга, рыбка назначается на время юнгой. Будешь прыгать в пучину морскую? Давай, Экватор! Экватор! Ну, все, я пошел. Лада, давай. Ну, где дипломы? Где дипломы? Так, ну что, Диптун, дипломы вручать готов. Я, бог морей и океанов Нептун, повелитель бурь, тайфунов, ураганов и циклонов, свидетельствую и торжественно удостоверяю, что отважный юнга парусной яхты Ладди Мэри, клочкова Лада, что отважный матрос парусной яхты Ладди Мэри, клочкова Анастасия, что отважный стартом парусной яхты Ладди Мэри, клочкова Марина, что отважный капитан парусной яхты Ладди Мэри, клочков Андрей. Дня 25-го месяца марта 2018 года В 17 часов 18 минут судового времени Пересек экватор границу Великого Царства Подвергался крещению морской соленой водой Посвящен в орден океанских глубин И зачислен в души морские А посему плавание в водах моих Дозволяю безгранично Царь и Бог, повелитель морей и океанов Нептун Принимай диплом Служу морям и океанам Служи Не скоро увидимся снова Впереди морские просторы Наш сложный рай Неболь обернется победой Из-за ста морей приеду Берег родной Не скучай Аминь Звучит Звучит Продолжение следует...